Вышло обновление самогонщики вместе с бандитским абонементом, патронташем. Все это мы сейчас обсудим. Просто самый точный обзор, мое мнение и так далее, и так далее. С вами Готик и с вами Сократ. Привет! На данный момент, на данный момент в игре присутствуют такого рода баги. Если вы вместе с друзьями перевозите товар, то бишь самогон, у вас есть какая-то определенная часть самогона, допустим 20 бутылок у вашего товарища, и вы перевозите свое предприятие, он вам помогает, то после того, как вы перевезете его, если вдруг она игра не забагуется и у вас засчитается это, то вам выдалят деньги, допустим 70 долларов или 80 для маленькой партии. А ему просто уничтожится его товар, который он копил, и выдаст чуть меньше денег, чем выдало вам. На данный момент я не знаю, то ли баг это, то ли фича, но продавать совместно с друзьями свое собственное предприятие, пока в этом нет смысла, пока мы не узнаем, как это работает, правильно это или нет. Потому что если это работает именно так, то какой смысл продавать с друзьями, ведь его партия просто уничтожается, исчезает и так далее. В этом ролике давайте начнем все по порядку. Обсудим саму роль самогонщиков, обсудим бандитский абонемент, обсудим новое оружие, патронтаж, за что дается и насколько целесообразно покупать сейчас это в нынешнем виде, сколько на все примерно уйдет денег и насколько ликвидно то или иное вооружение, амуниция и так далее, которые вы получаете при помощи бандитского абонемента или покупки и так далее. Слетела собственно интерактивная карта, пока на данный момент коллекция собирать проблематично, ни у кого нет полного гайда, где теперь чего находится. Сама роль самогонщиков стоит 25 голды. После того, как вы достигнете пятого уровня торговца, Крипс присылает вам письмо или у вас на карте появляется метка возле фермы Эмеральд и вы идете туда, видите небольшой вступительный ролик, после чего вам предлагают выбрать одно из пяти мест, где будет находиться собственно ваш подпольный бар. После того, как вы попадете туда, вы заходите внутрь, вас ждет мадам и вам надо будет активировать предприятие. Для этого будет надо найти собственно самого человека, который варит самогон, то бишь француза и сделать первую поставку припасов. Также через нее мы улучшаем собственно сам бар, то есть это внешний вид, кастомизацию, с открытием роли вам будут добавляться, это возможности то же самое, что у роли торговца, когда мы у Крипса открывали большую повозку, улучшали палатку, добавляли гардероб, собаку и так далее, так далее. А теперь давайте собственно перейдем непосредственно к самому изготовлению, что это такое и как это делается. На первом этапе, на начальном уровне вам доступен самый слабый алкоголь, для его изготовления потребуется 30 минут времени и собственно больше ничего, то есть мы ждем. Когда мы начинаем его изготовку, нам надо добавить аромат, для того, чтобы продать его конечному потребителю. Конечные потребители меняются каждые двое суток игрового времени, то есть 1 час 36 минут. Вы можете приготовить самогон с ароматом каким-то допустим ежевики или персика, а в конечном итоге потребитель, которому вы сможете его продать, его просто нет. Таким образом получается, что вам надо будет ждать смену потребителя для того, чтобы конкретно ему что-то продать. Соответственно, чем крепче алкоголь и чем круче добавки в него, тем дороже вы сможете это продать. Все это развивается непосредственно с развитием самой роли, как было у торговца. Роль развивается непосредственно за счет самой сюжетной линии у Мэгги, либо за счет выполнения ее миссий для этой роли. Собственно, что касается самой роли, это пока все. К сожалению, я не могу сказать, сколько вы получаете при максимальной продаже, так как эта роль еще не прокачана. Я не могу сказать, прибыльнее это, чем у Крипса или нет. Я лишь могу сказать, что это геморройный, это факт. И интереснее. Лично мне это очень интересно. Хотя, несмотря на то, что сейчас очень много хейта относительно этой новой роли. Расположение вашего бара ни на что не влияет. Вы будете появляться рядом, миссии будут появляться рядом с баром, поэтому где вы его поставите, по сути дела, не имеет значения. Почти все бары расположены рядом с точками быстрого перемещения. Попасть в бар можно также из точки быстрого перемещения, из своего лагеря, просто войдя и выбрав самую последнюю строчку. Это ваш бар. В ежедневных дейликах добавились новые задания для этой роли, которые открываются с первого, с пятого и с десятого уровня. То есть для выполнения первого дейлика надо первый уровень, для второго дейлика надо пятый уровень и так далее. Офигенно сделали фичу по поводу того, что можно теперь из главного меню телепортироваться к себе в лагерь. То есть сразу изначально мы заходим в лагерь. Также убрали лимит людей, которые необходимы в постоянный отряд. То есть теперь не надо для того, чтобы перевести какую-то телегу, кого-то кикать и так далее, так далее. Люди набиваются бесконечным количеством, но, к сожалению, всего можно быть в пяти отрядах одновременно. Итак, патронтаж это всего лишь визуал. Никаких патронов дополнительных он не добавляет, скорость износа оружия никак не влияет. Это просто визуально как кобура, только хотя бы в кобуру можно было пистолет ставить. Но здесь вообще как бы ни о чем. Добавили новый пистолет, флотский. Чем же он отличается от лима? Да, собственно, ничем. У него такой же урон, к примеру, такая же дистанция стрельбы. У него шесть патронов вместо девяти, нет подствольного дробовика. Скорость перезарядки такая же, да в принципе, как бы это среднее что-то между Шофилдом и лимой. Но, блин, он не стал конкурентом для Шофилда и не стал чем-то таким супер классным, как планировалось. Все-таки, я думал, Кольт что-то хорошее будет. Но нет, я, к сожалению, не советую и не рекомендую вообще его покупать. Птицкий абонемент. Он представляет из себя то, что вы вкладываете 40 голды и потом 40 голды эти сможете вернуть на этапе его развития. Каждый опыт, который вы получаете, вы его прокачиваете. Не важно, где вы получили опыт. Убили птичку или сделали повозку. Без разницы, вы получаете опыт и имеете фишки. Что за фишки? В основном это только кастомизация. Если быть точнее, это просто кастомизация. То есть, скины, флаги. Я даже думал, что собака с 90 уровня, которая будет с вами бегать в виде компаньона. Но это взамена той собаки, которая и так у вас уже стоит в лагере. То есть, по большому счету, бандитский абонемент это вложение голды. С возможностью вернуть ее обратно. И плюс получить какие-то дополнительные интересные кастомизации к вашему персонажу, лошади. Сделали возможность закрепить в мини-выбитых селекторе оружия или предметов тот или иной предмет, который вы хотите, чтобы автоматически открывался. То есть, если вы нажимаете на закрепили, нажимаете кольцо выбора того или иного предмета, то он автоматически сразу наведется на тот предмет, который вы закрепили. И это очень круто. Наконец-таки, теперь не надо нажимать на семерку, постоянно тыкать лосо, искать там динамит или еще что-то. Закрепили, что вам надо. Открыли, навелись, и он сразу автоматически у вас в руках. Круто. Внесли изменения в карты способностей. Хладнокровие теперь, например, работает не через 7 секунд после первого убийства, а через 3 и мгновенно восстанавливает здоровье. Также были введены ограничения на использование тоников. Это все-таки сделано для того, чтобы игроки имели равные шансы в бою. Добавили новую лошадь. Нарфолский рысак. Цена начинается от 150 долларов и заканчивается от 950 долларов. Собственно, эти 8 гигабайт, которые вышли, вот мы сейчас с вами разобрали поверхностно. Безусловно, я упустил целую кучу мелких деталей. Но основное я постарался все-таки вам рассказать и буду выдавать всю информацию, которую мне получится нарыть или откопать самому. Все-таки узнать, что, сколько приносит денег, выгоднее ли это, чем торговец. Мои первые впечатления, безусловно, я, с одной стороны, очень рад, а с другой стороны, я очень сильно огорчен. Потому что я ожидал от бандитского абонемента чуть больше плюшек, наверное, больше кастомизации интересной. Не просто там жесты и добавление голды и карты сокровищ. А, безусловно, радует, что добавили недвижимость, возможности кастомизации. Нечто подобное из ночного клуба я все-таки ожидал в Red Dead Online. И я рад, что первый бизнес, который здесь есть, с таким предприятием, с его развитием. Но, к сожалению, я пока не особо понимаю, а куда, собственно, тратить деньги. Патронтаж не на что, не влияет новое оружие, но так себе, снова копить и фармить. Мы копили и фармили, чтобы получить это обновление. В итоге мы потратили золото, голду и доллары. А что дальше покупать-то, я, собственно, и не знаю. Эти маски на лошадь, они прям кайфовые. Прям, ну, они были и в первом бандитском абонементе. То есть, как бы, чем отличается первое от второго? По сути дела, все то же самое. Та же внешка, кастомизация. Фоторежим в Red Dead Redemption 2 добавили только на консолях. Я так его ожидал для того, чтобы делать классные мувики. Но, к сожалению, ждем дальше. Я не знаю, что в марте, что ли, будет фоторежим на ПК. На данный момент, конечно же, то, что в лагерь можно телепортироваться прямо из главного меню. Что сделали кулдаун между использованием тоников. В селекторе оружия можно закреплять необходимый вам предмет. Нам добавили целую новую полноценную роль, в которой нам надо развиваться, изучаться и так далее, и так далее. Кстати, вот интересный момент. Надо было в начале ролика сказать. Если вы везете телегу самогоном и случайно наткнулись на какой-то камень или обрыв, или еще что-то, самогон разольется, и вы потеряете часть товара. То есть, телега не разбивается, разбивается самогон и вылетает, выливается все. Поэтому вам, в первую очередь, я советую, рекомендую ехать тупо только по дороге. Подписываемся на канал, заходим в Дискорд. Надеюсь, этот ролик хоть как-то вам помог. Ребята, будьте, пожалуйста, снисходительны. Не надо ставить дизлайки за то, что я не дал какую-то точную информацию, прям 10 из 10. Потому что собрать полную информацию в день релиза DLS действительно проблематично.